Мы собрание проводили так, что включили одну новую рубрику «История гимна», и потом мы пели эту песню. И так продолжалось в течение полугода. Знаете, что я понял, изучая или вникая в историю этих гимнов, что английский или американский мажор, несмотря на то, что нам, славянам, больше все-таки мы тяготеем к минору, в этом мажоре есть нечто прекрасное. Как истинному славянину мне тоже нравятся больше минорные гимны, но я пересмотрел свои вкусы, когда стал вникать в историю гимнов, которые сопровождаются этим английским мажором. Вот одна из таких историй. А Джозеф Скривин в шоке смотрел на тело своей невесты, которую вытаскивали из воды. На следующий день у них должна была состояться свадьба. Трудно описать состояние жениха. Однако он решил не впадать в отчаяние, но поменять что-то в своей жизни и отправиться в Америку. Убитый горем, конечно, он упаковал через несколько месяцев свои чемоданы и отправился в Америку. Поселился в Канаде. Ему было всего тогда 25 лет. Через 10 лет он получил письмо от своей матери, которая сообщала о том, что она переживает какие-то очень трудные времена. Какой-то духовный кризис в ее жизнь вошел. И тогда Джозеф Скривин решил ободрить свою мать стихом, который он сочинил специально, посвятил ее для своей матери. Одна соседка матери пришла к ней домой и увидела эти строчки. Она прочитала. Что за другом мы имеем? Нас он к жизни пробудил. В нем мы счастьем владеем. Он источник вечных сил. Она говорит, какие прекрасные слова. Позволь мне эти слова отдать в редакцию журнала. И мать позволила. Однажды один музыкант, учитель воскресной школы, видимо, сидел у юриста на приеме и увидел текст этих слов. И говорит, какие прекрасные слова. О, если бы на них положить музыку. На что юрист ему сказал, что у вас еще есть 15 минут. И тогда очень быстро, очень быстро стал этот учитель накидывать нотки, нотный стан, все там быстро-быстро. Как-то это, не знаю, у него экспромт там. Но есть же такие люди. И так родилась песня. Что за друга мы имеем? В нем источник вечных сил. Джозеф Скривин даже не знал, что его слова, посвященные матери, стали интернациональным, международным гимном, который поют христиане на разных континентах. Когда ему было около 40 лет, он сделал предложение одной девушке, которую звали Элиза Кэтрин Роше. Но незадолго до свадьбы девушка заболела туберкулезом и умерла. Две невесты не дожили до дня свадьбы этого удивительного человека. И для того, чтобы не захлебнуться в своем горе, он решил посвятить себя полностью на служение Богу. Он помогал бедным. Он был известен как изготовитель оконных рам. Он жертвовал суммы для бедняков и продолжал служение проповедника в городе Плимут, Канада. То есть этот человек не сломался, несмотря на такую трагическую судьбу. Смысл этого мажора я вижу в том, что вера этих людей, которая, можно сказать, жизнь этих людей была исполнена трагизмом. Однако вера возвышается над трагедиями личной жизни и показывает, что есть нечто светлое в жизни христианина, что держит его над его обстоятельствами. И в основном гимны, которые мы так поем, ну с таким веселым, может быть, настроением, мажори, за этими гимнами стоит огромная трагедия личной жизни. Но вместе тем победа, которая возвысила человека над этими великими переживаниями. Субтитры создавал DimaTorzok